Здравствуйте, друзья! Сегодня речь пойдет о Любушке Сусанинской. Речь о канонизации пока еще не поднималась, потому что Любушку умерла относительно недавно. Но есть воинствующие блюстители благочестия, такие как, например, журналист Алла Тучкова, которая называет Любушку не иначе, как лжестарица и лжеюродивая. Объясняя это тем, цитирую, что Любушка была серым и непримечательным человеком. Но, думаю, у Любушки не было задачи производить особое впечатление на кого бы то ни было. Предполагаю, ее это не сильно интересовало. Она просто любила Бога и людей, и жила благочестиво. Она родилась в небольшой деревеньке. Были и мама, и папа. Папа исполнял обязанности староста храма. А мать воспитывала детей. Но, к сожалению, когда Любушке исполнилось 4 года, мама не стала. В 12 девочка осталась круглой сиротой. Ее приютила родная тетя. Ну, представьте многодетную семью, где главным кормильцем является одна женщина, да еще в такие тяжелые времена. Не сложно догадаться, что Любушка не была, мягко говоря, любимчиком. Не сладко ей было. Тетя хотела поскорее выдать девушку замуж, но та сразу сообщила, что хочет служить Богу и останется девой на всю жизнь. Поэтому Любушка поехала к брату в Ленинград. Там брат помог устроиться на завод. Она работала колошницей, и за вредность давали молоко. Но Любушка с радостью его отдавала сотрудникам завода, у которых было много детей. Сама питалась она скудно, а работала много. А после смены сразу бежала в храм. И очень быстро хрупкий организм молодой девушки истощился. Она заболела. У Любушки обнаружили затемнение в легких, туберкулез. Ей пришлось покинуть завод. Через некоторое время она перешла на бельевую фабрику. На этом предприятии Любушка проработала до 1942 года. А дальше идет противоречивая информация. В одном из источников сказано, что на этой фабрике ее принуждали к сокрытию каких-то неблагопристойных дел со стороны начальников. Но, конечно, Любушка на такое согласиться не могла и оказалась в психиатрической больнице. По другим данным, причиной того, что Любушку поместили в больницу психиатрическую, стало то, что на улице ей внезапно стало плохо, и она начала молиться. Это не понравилось прохожим людям, и они вызвали бригаду. Из больницы Любушка сбежала. Жила она без паспорта. Ночевала в лесу, на кладбищах. Но такого сильного человека это обстоятельство жизни не подкосило, а еще больше укрепило в молитве и в вере. Пришлось Любушке пережить и блокаду, и бомбежки. Так однажды налетели самолеты и начали атаковать город. Все побежали в укрытие, и Любушка тоже, но на полпути остановилась. Мимо пробегающий мужчина начал уговаривать ее бежать в укрытие, но она так и осталась стоять по чистым небу. А мужчина тот со словами, ну и оставайся, дуреха, тебя же убьют, побежал в укрытие, и как раз в то самое место упала бомба. С тех пор девушка указывала горожанам, где можно спрятаться и не погибнуть. Через много лет странствия привели ее в Выридзу. Это в 60 километрах от Ленинграда. Тут она окормлялась у старца Серафима Выридского. Когда Любушке было уже 63 года, она впервые обрела добрых друзей, которые дали на долгие года ей любовь, заботу, внимание. Луке так звали женщину, которая приютила старушку. Она не слышала никогда о Любушке. Лишь в храме, когда появилась маленькая худенькая бабушка, все начали перешептываться и указывать пальцем на нее, тихо приговаривая, смотрите, Любушка. Луке отметила это, но не придала значения. А после службы она задержалась в храме. Когда шла домой, на тропинке с ней поравнялась та старушка и спросила, а где ты живешь? Женщина ответила, неподалеку, на Баркановской улице. А можно к тебе? Попросилась Любушка. Та не отказала. И Любушка в этой семье прожила более 20 лет. Для меня удивительно, какое доброе сердце нужно иметь, чтобы опустить, по сути дела, чужого и незнакомого человека себе домой. Лично я могу признать, что на такое не способна. Думаю, что старица подошла не просто к первой встречной, а выбрала именно Лукею. Добрые хозяева обогрели пожилую женщину и дали ей кров на долгие 20 лет. Как-то Лукея с дочерью решили улучшить условия жизни и купить дом в Вырице, но побольше. Любушка сказала, что не стоит и трудиться. Она сообщила, что дом в Вырице семья не купит, а купит в Сусанино. Так и случилось. На этапе сделки, когда все вопросы были уже решены, хозяйка экстренно попала в больницу. И в конечном итоге вообще решила дом не продавать. И в Вырице, и в Сусанино за советом к Любушке приезжали и обычные люди, и духовенство. Она много не рассуждала, не учительствовала, говорила коротко, больше молилась. Общалась со святыми, как с добрыми друзьями, и своими словами, и с помощью молитвы. И просила людей молиться самим, намекая на то, чтобы они не надеялись на кого бы то ни было, а сами с любовью и открытым сердцем обращались к Богу. Любушка спала мало, ночами молилась. Особенно горячо обращалась к Схене Петербургской и Божьей Матери. Любушка часто повторяла, что если люди будут так же тяжело грешить и не каяться, то наступит очень тяжелое время, оскуднение любви. Она плакала о мире погибающем и вымаливала народ. Как я уже и говорила, старице не нравились длинные поучительные речи. А объясняла она часто на примерах. Так однажды совсем молоденького инока попросила помочь переставить большой и с виду тяжелый сундук. Юноша засомневался и решил позвать кого-нибудь на помощь, но Любушка сказала, чтоб тот не смущался, а все же передвинул. И инок без особых усилий это сделал. А потом велела подать ей маленькую шкатулку со стола, но на удивление ему не удалось это сделать. Он сказал, матушка, так вы шкатулочку гвоздиком прибили к столу. Но Любушка без труда подняла ее и сказала, в тех грехах, в которых ты каешься, думаешь, что они большие, а они пустые. А те, что утаиваешь, говоришь, что это мелочь, вот они как раз, они-то и тяжелые. В конце жизни старице пришлось переехать в Николаш-Артомский монастырь. Не думаю, что из уютного и доброго дома Луки ее кто-то попросил. Любушку обычно постигала провидение и утверждение в своем решении покинуть то или иное место. В Николаш-Артовском монастыре старецу встретили с большим трепетом и любовью. Она говорила, что у нас тот земной рай, тут людей нет, тут не город. Так у вас хорошо, но так хорошо, даже вещать не хочется. Кто-нибудь ей принесет что-нибудь. Любушка, тебе ради Христа дали. Я так, я Любушка ради Христа. Ну, как ребенок всегда было. Вот ребенок, ну, прям вообще такой, такая, светлый. Даже здесь в доме, когда мы к ней приходили, все время какая-то была радость. Вроде бы она стоит, ничего не говорит, молится, а всем как-то радость нелегко. Любушка прожила год в этой обители. Когда в последний день она собралась уехать, я пришла к ней, ну, просила, Любушка, оставайся. Она говорит, нет, я поеду. Матерь Божья не велит, что надо ехать. На Казахскую матерь храм восстанавливай, монастырь восстанавливай, помогай. И все-таки старица приняла решение ехать в январе 97-го года и прибыла в город Вышний Волочок, в Богородице Казанский женский монастырь. За полтора месяца до смерти старицу навестили духовные чадо. Они рассказывали, что Любушка на богослужении неотступно стояла у креста Спасителя, прямо у Голгофы. И всю литургию она обнимала Голгофский крест. Рядом был поставлен стульчик, так как старица была в немощи. Она присядет буквально на секундочку и тут же встает. Подходит к Голгофскому кресту, в буквальном смысле обнимает его, лобызает, гладит ноги Спасителя. И то, что для остальных было нарисовано, для нее было реальностью. Все находились в Вышнем Волочке, а она на Голгофе вместе со Христом. В Богородице Казанском женском монастыре Любушка и отошла ко Господу. До самой смерти она не приняла монашеский постриг. Любушка отвечала, что она странница. Игнатий Брянчанинов сказал, что характерным признаком того, что усопший угодил Богу, это то, когда во время его отпевания печаль соединяется с радостью. Так было и у Любушки. Мощь остается и сейчас находится в Богородице Казанском женском монастыре города Вышнего Волочка. И люди со всей России приезжают поклониться Любушке и поделиться своими радостями или горестями, и попросить о чем-то своем, близком, что лежит у них на душе. Вот такая у нас сегодня получилась история. Друзья, а я в свою очередь попрошу вас ставить лайки, подписываться. Я буду рада видеть вас на своем канале. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Доброго вам недели. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова